Троллинг в играх это своеобразное искусство, которое прижилось среди геймерского комьюнити и стало его частью. Признайтесь, вы хоть раз плясали на игровой модельке соперника или делали какие-то вещи, заставляющие вас искренне смеяться над своими тиммейтами, ну или соперниками. Некоторые игры разрешают своим игрокам вести себя таким образом, а другие запрещают и даже ограничивают, если нарушить запрет. Всем привет, меня зовут Никитун и это восьмерка игр, которые позволяют вам жестко троллить других игроков. Кусты из Fortnite Как и в PUBG, в Fortnite можно использовать совершенно разные стратегии для победы. Открывать двери в зданиях, выжидать противников в укрытии и буквально все что угодно, лишь бы победить. К таким инструментам победы смело могут добавиться и кусты. Эта до безумия простая механика позволяет дурачить вам всех своих соперников. Вы как будто просто надеваете на себя куст и становитесь кустом. Разработчики заметили, что игрокам это очень понравилось и они даже решили сделать более мобильную версию. И конечно же эта маскировка быстро полюбилась у троллей. Это огромное пространство для создания всяческих глупых ситуаций. Вы такие просто перемещаетесь из одной точки карты в другую и вас просто убивает куст. Шикарно. Кейн и Линч 2, многопользовательский режим, хрупкий альянс. На бумаге Кейн и Линч это очень здоровский проект. Но на деле это как ваш первый слепленный пирожок или сделанный блин. Вроде прикольно, что ты сделал его сам, но он как правило не дотягивает до ресторанного уровня, который вы так ожидаете от своих кулинарных навыков. Так или иначе мультиплеер у игры довольно классный и с друзьями в него абсолютно точно можно играть. В особенности это касается режима хрупкий альянс, в котором вы вместе с тремя другими игроками срываете огромный куш. Фишка всего этого действия в том, что в любой момент вы можете просто повернуться к своему тиммейту и выстрелить ему в лицо. Разумеется, после этого забрать все деньги, которые он успел загребсти себе. И да, на деле это работало и можно было неплохо посмеяться, когда ты один уходишь вместе со всеми деньгами. Также в игре есть режим коп под прикрытием, в котором вы играете за копа. И ваша задача не допустить, чтобы кто-то ушел с места преступления. И при этом ребята, которые играют за грабителей, о вас даже не знают. Assassin's Creed 3 кошки-мышки. Хоть и в новых частях Assassin's Creed мультиплеера нет, но те части, которые его все-таки заполучили, обладали довольно отличным и веселым мультиплеером. Обычно вы сливаете из столбой NPC, прячетесь от игроков, либо же сами их ищите. И блин, решение сделать этот режим было потрясающим. Ведь в нем нужно было подумать и проанализировать поведение сливающихся друг с другом моделек персонажей. И выдвигались так, чтобы максимально походить на ботов, которыми были окружены. Для этого нужно было детально изучить некоторые мелочи по типу времени поворота, маршрута и так далее. Именно в этом режиме рождались куча смешных моментов. Когда вы наблюдаете за своим убийцей, который пытается вас найти и убивает обычных ботов. И тут внезапно вы вылетаете из толпы и его оглушаете. Послание в Dark Souls. С первого взгляда в Dark Souls довольно простой сетевой режим. Вы либо вторгаетесь в чью-то игру, либо вторгаются в вашу. Либо вы помогаете, либо убиваете. И так все в обратную сторону. И это просто огромнейшее поле для троллинга. Игра позволяет вам не только взаимодействовать с другими геймерами с помощью обычных действий по типу битвы или помощи. Но также она позволяет вам оставлять послания, которые точно кто-то прочтет. И суть заключается в том, что они могут содержать как советы, так и ложную информацию, которая порой может просто разрушить вашу жизнь. Очень часто эти послания бывают очень креативные, глупые или загадочные. Чаще всего тролли размещают послания у обрывов и предложают вас прыгнуть, чтобы найти сокровища. Но в 99% случаях там не было никакого сокровища. Также вы можете превращаться во всякие внутриигровые предметы. И другие игроки могут даже не понять, кто вы и где вы. Но это все не отменяя того, что Dark Souls это пристанище ненависти, фрустрации и печали. Хоть и в нем есть пара веселых моментов. Взлом Watch Dogs. Как и в Dark Souls Watch Dogs, у вас есть возможность вторгнуться в личное пространство других людей. Только здесь добавляется хакинг и все, что с ним связано. По сути, разработчики сами дали зеленый свет для всех троллей мира, которые загружаются в сессию к другому человеку и взламывают все, что угодно. Ничего не подозревающий игрок может привычно себе ходить по городу или окрестностям, и тут вдруг с ничего начинает происходить какая-то фигня. Машины сталкиваются друг с другом, светофоры не работают как должны. Почему-то все ведет себя не так, как обычно. Суть проблемы проста. Скорее всего, вас взломали. И все это может происходить так незаметно, что и не поймешь, кто и где тебя взламывает. Обычно хакеры прячутся в машинах или занимают удобные позиции на крыше или за укрытием. Это, к слову, добавляет некую схожесть между мультиплеером в Assassin's Creed и Watch Dogs. Взломанный, скорее всего, будет метаться туда-сюда, чтобы найти своего хакера и устранить его до полного взлома. PvP в DayZ. DayZ это сокровище для всех троллей мира, которые решили сесть за игру и позлить как можно больше игроков. Здесь просто тонна способов, как можно подшутить над геймерами. Брошенные на огромную карту ни с чем, кроме одежды, выживающие должны как можно быстрее найти лут и оружие. Но фишка здесь в том, что повсюду зомби, которые так и хотят вас укусить. Если вы не играли в DayZ, то, может быть, не думали, что самая главная проблема в этой игре – это люди, с которыми вы играете. Не зомби, не голод, не жажда, а именно люди. Вас могут просто убить, взорвать, уничтожить. И сделать это могут самым неприятным для вас способом. Вот вы уже залутали кучу вещей, и тут вдруг прилетает пуля в лоб. Пожалуй, самая обычная ситуация в DayZ. Вы можете просто встретить кого-то, и он скажет, что он френдли. Что он поможет вам, он так хочет с вами играть. Но в конце концов, вы либо будете убиты, либо окажетесь в наручниках посреди улицы, где кишат зомби. Это удивительный проект, заслуживающий внимания, прежде всего, за подобные социальные взаимодействия. Абсолютно все в Verwolves Within. Мультиплеерная пати игра для виртуальной реальности, Verwolves Within, построена на лжи и обмане. Вы сидите с несколькими людьми и пытаетесь понять, кто, черт возьми, оборотень. Игра очень похожа на мафию. Каждую ночь кто-то умирает и круг сужается. Но понять, кто именно лжет, бывает очень трудно. А если вам попадется языкастый противник, то, поверьте, зубы заговорить бывает очень легко. Так что сидеть всю игру на паранойи, это про Verwolves Within. Шпионы против наемников, Splinter Cell, Теория Хаоса. Одной из самых крутейших вещей в Теории Хаоса является многопользовательский режим 2 на 2, Шпионы против наемников. Это был ужасно хардкорный режим. Здесь вам не поможет никто. Вы сами должны во всем разобраться. Даже при хорошем знании карты у вас все равно есть большой шанс просто заблудиться. Ситуацию только ухудшали новички, которые вдруг решили поиграть в мультиплеер. И тут-то можно их использовать. Байте с помощью них наемников. Именно поэтому игра за шпионов могла быть настоящим наслаждением для троллей. И это был список из восьмерки игр, где троллить других игроков не только можно, но и в некоторых случаях нужно. Разумеется, я не призываю вас кого-то абьюзить. Нет, ребята, быть токсичным это полная хрень. Но так или иначе, пишите, как троллили вы и как троллили вас. Самые классные комменты я вставлю в следующее видео. Не забывайте подписываться на мой паблик вконтакте, на канал и добавляться в друзья. Скоро я, скорее всего, проведу конкурс на какие-то классные игрушки. Так что стей тюн. С вами был Никитун и до скорых встреч в новых видео.